Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы посетим Стародорожский район. Сделаем пару обзорчиков. То, что нам позвонили, то, что мы нашли домики, какие продаются. Стародорожский район славится, знаете, чем сами. Здесь очень много лесов, богатые леса, ягода, грибы, природа. То есть все замечательно. Вот такой район. Так что сейчас будем делать вам обзорчик дома. Продолжение следует... Здравствуйте, вас как зовут? Сергей. Меня Олег зовут. Очень приятно. Это супруга, да? Да. Добрый день. Ну, кто строил этот дом? Лесник. Сам лесник. Да, тут лес хороший. Вот лес тут, да. Лес толковый. Просто жена думала, что брат будет жить. У нас дом там на той улице. Ну да, за ними же надо ухаживать, обхаживать. Да, ну, блин, так я уже не справляюсь там и там. И там и тут. Ну, пойдемте посмотрим. Ну, обкосите, что я не обкосил. Тут дети приехали. Ну, надо дать детям внимание. Здесь калиточка кованая. Здесь все такая. Вот такая была. Участок, вот здесь. Участок, сколько соток в владении? Ну, примерно 20 будет, ты думаешь, да? Да, да, да. Мы уже здесь распахивать сколько хочешь. Ну, здесь земна хорошая. Черная такая земля. Здесь картофель вы спосадили, да? Да, да, да. Ну, чтобы не пустовало. Колодец. Вот вода чистая. Был журавель, но мы уже не пользуемся всем. Мы насос кидаем сюда. А тут ключ бьет. Вода вкусная. Ну, главное, что, знаете, что? Что вот он закрыт. Меньше мусора попадает. На которое люди оставляют дом, а колодец открыт. Нет, это люди жили. Люди жили, это сама она нам продала хозяйка. Сама она уехала в Крым. В Крым она уехала. А тут мы скратируем все. Добра у вас тут, да? Да, то есть, что угодно. Так, ну, мы вещи оставим. Кровать оставимся на этой, если что-то. Ну, вот. Тут отбирали, думали, ремонт делать уже. Но, ну, руки не заходят. Руки не заходят. То есть, вы подготовили к ремонту? Ну, да, хотели. Ну, думаю, что те, те, что. А потом, тоже, кажется, время нету, время нету. Все, ай. И все, кажется, да. Ну, потолки хорошие, течи нету, нигде ничего. Нет, абсолютно. Свет электричества есть, да? Есть, да. Ну, не, не включайте, чтобы просто знать, что есть. Нет, а здесь лампочку надо кручить. Дерево промазано немножко глиной швы, да? Да. Ну, а здесь свет тут. Хазовое плиту, правда, старое. Мы уже ее выкинем. Тут хазовое плиту надо. Но мы сделали хитро. Мы берем баллон маленький. Ага. И там, в той хате. И это самое. И, естественно, привозить, вот, может, за 12 рублей. Ну, пришли 13, 25 метров. Удобнее. Вот, опять же, печь рабочая была. Но мы ей не пользовались. Но, если в том, из-за того, есть, печь рабочая была. Здесь тоже комната как бы такая. Да, да, да. Здесь все пообзираем. Просто у нас тут закидали. Если надо, оставим их, чтобы их забрать. Если кто будет, да? Пожелаем. Да, надо, пусть лежат, и вот, ну, да. Сколько квадратов дом, примерно? Не знаю, да? А может, потом почитаем. Холодильнички интересные, такой напитки, пожалуйста, здесь, да, как-то? Да. Как-то сделано для чего-то. Это старый. Ну, кстати, может, он и лучше, а не работает. Потому что там же медь. Там же медь. Это современное алюминиевое. Приезжал мастер искусств, там у нас ходили, полетел. Поставал пластинку такую. Квартишкаф, полетел, полетел, там 220 рублей мы заплатили. Шланг провел. Привел, лет 15 будет работать еще точно. Я говорю, хорошо. Так, кладовка, чердак, вход есть там? Лестница. О, тут банок. Крыша такая. Сейчас мы поднимемся. Опа. Опа. Опа, шкуры. Такой, конечно, ну да, конек-то нужен там. Ну, конек-то, я тоже посмотрел. Вот интересно, раньше делали печи, например, дымоход-то выводили, да? Ну, почему я вот во многих домах замечаю, что они идут под уклоном? Ну, и у нас тоже там под уклоном, я не знаю. Вот это, наверное, что-то, ну, для чего-то, не просто так делали под уклоном, да? Ну, и у нас под уклоном. Я думаю, проще же сделать по-прямому, да? Ну, да, так я могу показать, что мы на соседней улице Дружба 13, что я говорю, там, мы там и живем, жена жена практически все время. Ну, да, лесник стоил, дерево тут, конечно. Дерево, вот, дерево, что, дерево тут хорошее, это без вопросов. Но, это, вот, уехала Мария, которая была здесь, вот, она уехала в каком году, я не понимаю, мы сразу купили, они жили здесь. Угу. Мы купили, тут, тут, вот, как бы, ну, дети как приезжают, вот, открывают. Ну, потом добить, допили как-то, да, потом, да, так же можно есть в это время. Полы тоже состояние хорошее. Да, нет. Слава богу. Красить, мазать, косметика, конечно, нужна. Нет, ну, косметику без вопросов, мы же хотели, мы же хотели делать. А это все, это все, мы же участвуем, видите, этот самый, ну, я-то, тут были деревья, я-то просто спилил, уже старые, но, видите, осталось. Сколько оцените? Четыре нормально будет или много? Четыре? Ну, я думаю, нормально, там будет видно, да, как, как поторговаться, как заинтересует кто. Ну, рядом, да. Ну, дом-то большой, конечно, да. Нет, дом классный, конечно, без ковыряка, не знаю. Без вопросов. Его даже перевезти дальше куда? Ну, зачем перевозить, если здесь жить, можно нормально жить, да. Место, какие достопримечательности? Тут кругом лес, природа, тишина. Лес, природа, это сам, да. Так, тишина, вот еще нравится, тишина мне. Тишина, да, тут поездов, ничего такого нет. А дорога там далековато, и дороги надо подъехать можно. И тут трактор чистит зимой. Зимой трактор чистит, приезжает, чистит. Ну, там штаб не одна упала, там надо ее подделать. Там, видишь, старая еще делали. Ну, лестница есть, можно залазить туда. Ну, конюх, видишь, не дошли, тут руки тоже надо, конюх здесь. Ну, видите, что надо. А вот там напрямую. Мы ходим сюда. Хоз постройка есть вот такая, смотрите. Да, да, тут было больше их, ну, осталось вот это. Это самое целое, можно сказать. Целое, которое, да. А там это самое, ну, ты там окна все можете, если будете брать, просто теплицу построить можно. Сколько получается до столицы, до, отсюда до столицы, ну, до Минска? До Минска, я до Сухарева 140 километров. 140. А Слуцк тут рядом? 30 километров. 30 километров. Слуцк? Ну, Слуцк тут 30 километров. Да, да, арсенал 31 километр. Я вот заказал строятся. По строительным магазинам. 30 километров от него, они посчитали, поэтому я точно знаю. Не, ну, кирпич там дешевле брать. Кирпич я брал там, все это самое, строю арсенали. Ну, тут мы там провели и канализацию, провели себе, и все это самое в том доме. А здесь, ну, как бы, ну, брату говорит, куплю, брат приедет. Раду-то, нахрен надо, с Минска. Он ленивый, если честно, такой. Если бы кто-то, дому порядочный, нормальный дом, без вопросов. Ну, один есть, затем два. Да, пойду я вокруг, обойду фундамент, посмотрю. Фундамент высокий, хороший. Отдушины на лето эти вот можно открывать, кстати. Чтобы они проветривались. Фундамент, да, дом стоит на фундаменте. Вайбер, да, есть. По этому номеру, да? Да. А это здесь электричество с той стороны подходит, а здесь это было старое электричество, наверное. Провода висят просто. Просто висят, потому что электричество подлюдено. Это старое. Это старое. Да, видите, вчера я обрезал маленько. Ну? Потому что купил этого хусквара, так мощное. Бензокоса. Бензокоса? Да, красота. Тут даже рядом сосны. Вон там сосна вижу, пару штук даже есть. Охотники-то самые чешуя, познакомитесь. Ну, кажется, да. Уже есть покушать что-нибудь вкусненькое. Не, мне угощали. Угощали. Ну, какие здесь склады? Здесь нужно его почистить, покрасить, поклеить. Ну, фундамент, что его? Фундамент можно подкрасить. Ну, чисто так, да. Подштукатурить, подкрасить. Тут люди жили, поэтому как в жилой доме. Свет есть, электричество есть. Газ, так это самое удобное. Вот газовую плиту поставьте, вот мы поставили. Баллон брать, менять. Да, потому что эти привозят баллоны, блин, или пока привозят, и дорого получается. А я вот взял 25 литров, купил два баллона сменные, и меняют дома, женат. А там тут мы даже не пользуемся. Да, колодец ввозь, еще ведром зачерпнули, если кому надо, насос закинули. Ну, что, так я насос закидал, как поливал здесь. А вода вкусная, очень вкусная. Да? Ключевая здесь, ну, здесь, да. Креница бьет нам. Ну, блин, и вкусная вода. А земля здесь классная, тоже скажу. Здесь она растет много, как чернозем, очень черная земля. Лучше, чем там у нас. Все понятно, хорошо, спасибо, что показали. Пожалуйста, добрый. То есть кто-то же все-таки найдется, купит, понравится кому-то такой домик замечательный. Так, вот, да, класс. Вот такой вам обзорчик. Ну, что это собирается на пейсе там же. Ха-ха-ха. Соседи быть восемь, один-то на... Да, вот вам будет сосед, хороший, замечательный. С улыбкой всегда на лице, да? Да. Передавайте в Минск привет всем. Обязательно, да? На Сухарева, да? Сухарева, Сухарева живут. Сухаревская 60. Сухаревская 60. Да. Так, с этой стороны вот обзорчик такой, как месторасположение. Здесь рядом, смотрите, кругом соседи... Да их не нету здесь соседей. Здесь вот лес там, вон, далеко-вдалеке мы видим, дорога. А лес? А тут рядом. Да, лес и в ту сторону, и в эту. Да. Это вот обзор, что рядом. Озеро, озеро... У горка, 5 километров, там река. Орезка, где? Озеро где? Ну, 5 километров. 5 километров отсюда есть водоем, озеро. Да, там рыбу ловят. И только нервничать, болезнь. Итак, лес, в принципе, рядом. Да. А лес, в принципе, там вообще... Все сутки приезжают, либо собирать. Там будет белок много. Сейчас кисички пошли. Ляды, кисички на машину и ушли. Да? А сейчас, когда один... Нужна поехала в Болгарию. Там дядьки. Операцию мы делали. И за ним ухаживали. Все хорошо, наверное? Добрый. Вот такие, дорогие, друзья. Такой домик. 4 тысячи долларов. Природа, сами понимаете, стоит этих денег. Сейчас мы отъедем от этого домика и сделаем вам кратенький обзор самой деревни. Проеду чуть-чуть по деревне. Посмотрим, что здесь есть. Это вот подъезд. Если выезжаем в эту сторону, в ту сторону вот пошла дорога. Там есть маленькая ферма. Так, ну вот, как обещал, кратенький обзор деревеньки. То есть в ту сторону дорога пошла. Дорога пошла, можно развернуться. Можно повернуть на эту улицу. Можно повернуть на эту улицу. Посмотрим здесь, что здесь. Такие интересные бутылочки. Деревня здесь немноголюдная. Здесь нет ни магазина, ни почты, ничего. То есть обычная деревня без магазина. Ну, конечно же, расписание автолавок есть. Автолавки приезжают. Здесь просто раздолье. Вот этот вот дом. Мы переехали на другую улицу. Вот он стоит там. Смотрится отсюда. Но отсюда мы его не видим, потому что отсюда кустарники. Вот так. Вон бабушка, менчане. Менчане, менчане облюбовали эту деревеньку-то. Он туда поехал. Пушка едет. Смотрит. Поехали. Поехали. Поехали.